Алло. Вам видно? Там вторая лампочка включена. У вас что-то так тускло-то видно, плохо. Я не знаю, вроде. Вам нехорошо видно, очень, слава Богу. Ну вы какое-то как в тумане. А может свет включить попробовать? Я не знаю, отключите, попробуйте. А сейчас? Вот сейчас получше маленько, но все равно не так. Ну ладно. Сейчас поставить боком. А вот так может. Так совсем плохо. Скрылась, лица не видно. А чего это? Потому что за свет у нас шторки. Шторки закройте, шторки. Вот жена догадалась, да-да. Ну а сейчас все равно плохо, да? Да, все равно плохо. Все размазанная такая фотография. Очень нехорошая. И у меня маленькая фотография моя. Тоже размазанная очень. Это глазок, видимо, такой у них. Глазок некачественный. А глазок, может быть. Раньше нормально было? Нет, вообще плохо видно. Ну ладно, пусть так маленько отшатнитесь подальше. Вот так вот, а то вас не видно. Так, надо говорить, откуда вы звоните, кто такой? Ну, громкость можно подключить? Да, по-моему. А, и я с Белоруссии. Вот. И я вообще хожу, ну, не хочется называть даже так, потому что Библия запрещает нам называться названиями разными. Бактик, Субботник. Вот, я хожу к печатникам. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, я это все знал. Ну, вы не против? Нет, нет, конечно. Хорошо, я вас слушаю, говорите. Вот, смотрел я ваших много роликов. Я, жена смотрела. И, как бы, ну, я со многим, ну, не как со мной, практически совсем согласен. То, что я допонимаю, я совсем согласен. То, что вы говорите. Вот. И мне, моя жена даже подчеркнула, говорит, видно, что человек очень искренний, вы. Вот. И вот, ну, вот я решил вам позвонить и сказать вот это. И просто еще у нас, у меня четверо маленьких деток. Десять лет старшему ребенку, маленькому четыре года. Вот. И мы живем среди, ну, сами понимаете, среди этого мира. И дети, у нас ни одного мата, ругань у нас вообще не бывает женой. Вот. Но дети слушают и со школы приносят с садика вот эти плохие слова. И, конечно, я говорю, жене всегда говорят, вот, если бы нам куда-то, говорю, поехать, я говорю, вот, в деревню, вот, в Россию, говорю, вот, чтобы дети не видели. Илюшка, иди, не мешай, не иди, иди, не мешай, не мешай. Уходи. Вот. Чтобы дети не слышали этого и не видели этого мата, это все, что делается беззаконие этого мира. Вот. И вот, и вот мы ищем, ну, скажем так, чтобы человек, чтобы искренний был, искренний. Вот. Чтобы, как вот вы говорите, чтобы обмана в лжи не было. Вот. И чтобы, ну, вот, если можно было, чтобы мы куда-нибудь, может, или вы посоветовали, может, к вам можно туда, в деревню, если мы, ну, достойны будем, вот, к вам приехать жить, на постоянное место жительства. Ну, мы православные, вы это знаете. Я знаю, конечно, да, да. Вы поэтому вселение православное, а вы-то называете себя неправославным? Я никогда, ну, я готов быть и православным даже, вот. Так, у нас бороды все носят, а вы без бороды. Я жене, сейчас объясню, руками, как бы я никогда не крестился, но мыслями я себя, когда какое-нибудь важное дело у меня, или что-то трудное в жизни, я себя мыслями всегда крещу. И могу руками крестить. Илюшка, я за ребенка говорю, Илья, уходи, садись, убирай его, не мешай. Напускай они, или нет, это хорошо, когда дети рядом. А вот мы их вводим на собрание все время. Я говорю, я хочу, чтобы они питались пищей этой духовной, потому что они изменяются, становятся уравномешанными, спокойными после собраний. А у вас сколько детей? Детей сколько? Четверо. Вот лучшее место у нас в стране, в России, чем у нас, где мы строимся, не найти. Учителя все верующие, все до одного верующие. И даже на улице дети играют, каждый наблюдает за ними. Для воспитания детей лучшей обстановки трудно найти даже. Вы знаете, вы вот это говорите сейчас, а у меня сейчас слезы на глазах наворачиваются. Ну, вам надо приехать. За это время уже бороду не касайтесь никак. Ну, вы наши правила, я могу скинуть, у деревни какие правила, можно будет посмотреть. А жена-то с вами полностью согласна? Ну, немножко не согласна порой. Но все равно, она все равно хоть сопротивляется порой в чем-то, все равно она делает так, как я и говорю. Все равно мой дух ее все равно перебаривает. Значит, вы не подкаблучник? Я в этом только и думаю, что вы сейчас мне это скажете. Ну, ладно. Ну, что сказать? Хорошие люди-то лишние не будут. Но вы-то один, вам одному ничего не сделать. Надо, чтобы были у вас братья какие-то, которые помогли бы построить все. Были средства. Я сам по профессии, я сам строитель. А, один еще не сделаешь. Надо, чтобы были... У вас есть братья такие, вашего возраста? Ну, у меня с детей их нет, а с нашей церкви у меня не поддержит никто, я думаю. А если кто-то и поддержит, то, ну так, не высказывают свою черту особо. Ну, мнение свое. Все скрыто. Надо, чтобы несколько мужиков было, когда строятся. Те тяжести там и... Ну, и все это понятно. То ли один, то ли... Вот у нас строятся, они приехали, четыре брата. И дом за домом ставят, строят. У меня жена такая крепкая, что она, грубо говоря, в полтора раза сильнее, чем я. Не знаю, надо приехать посмотреть сначала. Я вам могу скинуть путевку. Если только приезжать, то надо серьезно думать, чтобы вы посмотрели. И уже сейчас вначале заготавливают разные семена. У нас все растет. Земля плодородная, вода рядом, вода чистая. Ну, просто место-то такое, где мы как бы в отдалении. Четыре километра с железной дороги. От станции, да? А? От станции четыре километра? От полустанка, где можно на поезд садиться, четыре километра всего. Так что мы-то начали с нуля. Это много труднее было. Электричества не было, школы не было, церкви. Сейчас все есть. Мы своими трудами. Государство нам ни рубля не дал. И дороги сами строим. И плотины, и чтобы рыба была. Обязательно. Я сам не то, что профессионал рыбак, но я очень люблю это удинение, общение с Богом, размышления философские. Очень люблю на природе это все делать. Ну, лучше от места просто трудно найти. Почему? Отдаленность и все верующие. Все начинается с молитвы и по благословению. Это устав такой. Даже поехать куда-то обязательно к священнику зайти, чтобы он знал, и все начинают о тебе молиться. Тут все так, чтобы все в Духе Святом было. Да, да. Вот. Как бы много хочется сказать чего, но душа хочет говорить, а как бы, ну, немножко теряюсь, что сказать. А, а жена мне показывает список, мы, ну, записали. Скажите, а какой вот номер вот статьи в законе Российской Федерации, что верующие могут не принимать чипилизацию вот эту вот? Мы против этого, конечно, очень против. А какой еще пизации? Их и нет никакой. А вот это вот, что начертание на лоб. Да нету еще. Ну, что вы как маленький ребенок-то? Антихрист, когда придет, и тогда он сядет, как Бог в Иерусалиме, еще храма нету. Это вы просто где-то нахватались, это у нас такой же один, он с ума сошел. Приехал с Украины, и сейчас такая буча, и власти вмешаться будут, его выпровожить, наверное, будут. Он давай паспорт изжигать, и еще на каких-то... Господь, разве сказал, бороться с ИНН, или какие-то щипы. С дьяволом, когда воцарится в Иерусалимском храме, и тогда человек за отречение, ему будет поставлена эта самая метка, начертание имени, чтобы можно было покупать, продавать. А сегодня ты покупай, продавай, никто тебе не спрашивает. А то просто сатана над людьми смеется. Может, у меня неправильная информация есть, вот, искаженная, мановерная? Нет. А вот, как вот билеты покупать, вот, границу пересекает, там, это вот, Российская Федерация, по России двигаться, никто меня не спросит, это вот, на лоб, вот это, вот. Нету этого. Если у вас есть паспорт, за границей его дают, там надо узнать, где это дают, у вас где-то, Гомель, или что у вас где рядом? Нет, мы сами живем в Могилеве, Беларусь. Это где? Это Могилев, это, Могилевская область, это областной город, Беларусь. Понятно. Мы там были, у меня 38 книг вышли из печати, мы миссионерскую поездку делали до Лиссабона от Водовостока, и в каждом городе я дарил свои книги, 38 томов. И у вас там в Могилево, там, кажется, в этом, в Минске, везде там мои книги есть, в вашей, в вашей республике. Я получил благодарность от Лукашенко Александра Григорьевича. Я смотрел видео. Вот так. Он нам очень, батька ваш, нравится. Ну, мне нравится его настойчивость, это нравится. Твердость, твердость, твердость больше всего. Ну, а теперь по делу говорить. Вот, если вы согласны со всем, я вам устав могу показать, скинуть, вы найдете, чтобы женщина у нас на улице без платка не появляется. Как ваша жена посмотрит? Вы знаете, что она на улице ходит в основном без платка, но я знаю, что у нее, она к Богу очень горит. Нет. Она сейчас где у вас жена-то? Вы можете ее позвать сюда? Могу. Ну, давай, зови. Добрый день. У вас как-то туманно, все плохо видно, но я вижу, вы без платка. Вот. Да. Иди. Еще. Еще. У нас правила такие, что жена должна быть молящейся в платке, и поэтому мы молимся в любой обстановке. И поэтому даже маленькая девочка, у нас даже грудная, она уже в платочке. Для молитвы, конечно, я одеваю всегда платок. Я без платка никогда не молюсь. Ну, если бы я ее сказал твердо, она бы носила платок. Не смущает, если бы все время, чтобы вы носили платок? Ну, обожаю. То есть, наоборот, это благословение. Краситься нет, бижутерии нет, косметики нету. Мы тоже этим не пользуемся. Женщина в брюках не ходит, только в платье. Мы брюки не носим. Вот я заранее сказал вам, кто бывает такие, а я не могла, а то другое общество искать надо. У нас все по православным старинным обычаям. Мы каждое воскресенье после литургии службы идут занятия. Занятия по исследованию священного писания. Вот в городе у нас еще плюс дополнительно три занятия по скайпу идут. Наша община, она необычна. У нас все сто процентов пришедшие с полным погружением, принявшие крещение. Допустим, вот из баптистов приехали они, они все готовятся и все по ним принимают крещение. Потому что то крещение, которое принимали у еретиков, сектантов, оно не признается. Они самозванно взялись на себя. Тут надо сразу понять. Церковь идет от апостольских времен, от Христа. А эти возникли там сто-двести лет назад. Христос не образовывал тут церковь новую. Он говорит, врата она не одолеет. Тут надо просто маленько один раз поверить этим словам. И вот все сказано. И поэтому у нас принимают они. Брат у меня священник. И летом, нынче, наверное, 8 июля будет крещение. К нам приезжали тут и с Германией, и с Францией, и с Италией. Там где-то не крестят. Они приезжали, у нас принимали крещение. Целыми делегациями. Так что, я вам устав-то скинуть могу или показать у нас в книгу, если зайдете, там пойдете по оглавлению. Я то, что смотрел, то, что ваши сайты, да, я со всем согласен. Поэтому для нас там ничего нового не будет, я думаю. Так, а у нас мужчины все ходят с поясами. Вот, как вот вы меня видите, вот поясок должен быть. Это мы видели, я считаю, это благословение. Ну, так это 102 раза в Библии говорится пояс, 102 раза, а без пояса ни разу. Что тут смеяться-то? 102 свидетельства в Библии. Иоанн Креститель в поясе, Христос в поясе, написано по персам, откровение. Ангелы с поясом, Давид с поясом. А кого нам искать-то? Апостолы ходили с поясом. Даже Бородко, и то, вот сейчас мирские ученые и то говорят, что Бородко, она как бы, она даже, ученые сказали, что это благословение дает человеку, защиту Божию дает. Да, только не Бородко, у нас ни край бороды не порти, как левит написано. Нисколько нельзя ни укорачивать, ни трогать. У нас все даже в армию идут, и то с бородами никто не трогает. Вы сейчас, в доме у вас разве две мамы? Один же мужчина, а почему без бороды? Вы посмотрите, даже у католиков, Сиксинская Мадонна, папа Сикс с бородой. Вот сейчас лучше, нет меня видно. Да, получше немножко уже. Видно, где рот, где нос. А вот сейчас. Вот так, хорошо, ладно. Ну, вы ползли вниз, вы ползли, повыше голову. Вот так уже маленько, это контуры стали хотя бы видно. Вы далеко не отходите, может, что-то у нас появится. Я вам скину данные на нашу книгу, и там оглавление, и там уставы, и все найдете на нашем сайте. Хорошо. Чтобы вы не просто так вот услышал, приехал, это навсегда может быть. Это не просто так, чтобы не было раскаяния. У нас люди, которые приехали, ну, один был, а потом, ну, чтобы человек не лгал, он должен доказать, не пил свертое, не курил, не матерился. У нас Бог хранит от этого. Бог хранит. И не воровал, вот пять кащиц должно быть. А потом своими силами построится. Поэтому, если надумайте, надо, чтобы весной все успеть посадить. Чтобы у вас было все в огороде свое. Там помогут и трактор нанять, и сажать. Ребятишки-то большие? Старшему десять лет, а маленькому четыре. Ну вот. А вы знаете, что я начальник детского лагеря был, сорок пять лет? Мы видели. И нам это нравится, нравится смотреть вас. Вот мы теперь купили дома, и дети могут у нас тут быть, чтобы они вам, говорится, под ногами не мешались. Мы можем детей взять, это, несколько месяцев, летом. Я, вы знаете, что, у меня для строительства своего дома, как бы, все есть. Бензопила штилевская, сильная. А машина, машина есть? Нет, машины нету, машины нету. А как вы это все повезете? И я вообще, как бы, знаете, что, мы думали, может, у нас не получится поехать в Россию. Мало чего, я купил аппарат для шлифовки полов. Он сто, сейчас скажу, восемьдесят килограмм весит аппарат этот. А что? Но он разбирается. А что, на что он годный-то? Ой, полы шлифовать им. Краску снимать, паркет шлифовать. А-а-а, серьезное дело. Вот плохо, что у вас нету машины. Если бы кто-то, ваши знакомые, поехали, то это все могли бы привезти. У нас один приехал, он огромный контейнер привез. У него все, там, и сварочные аппараты, и развернул сразу, поставил теплицы. Даже до туалета все привез. Такой деловой человек. Вы знаете, что мы, ну, как бы, знакомы немножко с этим. То есть, можно в поезде практически это все перевезти. Без проблем. Это свободно. В Россию, как границу пересекли, тут никаких препятствий нет. Надо дорогу просто знать. А дорога, она одна, через Москву, а дальше, ну, просто карту бери, навигатор. Надо, чтобы на машине. Иначе вы это ничего не привезете. Меня дорога сама не напрягает, потому что я знаю, что если у меня душа стремится, то она сама будет направлять. Ну, правильно, правильно. Ну, а как тяжести перевезти? На тяжести. По тяжести надо транспорт. Ну, знаете что, у меня есть еще тележка такая платформенная. Я сам сварил на четырехколесках. Она разбирается. На ней вы недалеко не уедете. Тем более в вагон садитесь. Нет. Надо думать. Нет, она разбирается. Она разбирается. И на ней можно... Ну, я вам говорю, что вот как раз тут и вопросы. Лучше всего, если бы, ну, такой, как грузовик был, и кто-то с вами приехал, ему заплатить. Вот, тогда бы вы все привезли свое. У вас все было бы свои грабли и виллы. Вот подумайте, что я говорю. Вы маленько отшатитесь, у вас только нос видать. Нос видать. А вот так. Вот так получше видать. Вот так. Вот опять ушли. Отшатитесь, поднимите голову. Вот так. Не опускайтесь. Все, на этом месте стойте. Не надо. Ага, хорошо. Ну, вот такое дело. Я вам все говорю, вы прислушайтесь к этому. Потом подумайте. С собой такие грузы, тем более с ребятишками, это очень-очень невозможно просто. Я сам много ездил и знаю это. Ну, дело в том, что сейчас же много этих вот секонд-хендов. В секонд-хендах можно закупиться, где гуманитарно, ну, продают вещи. А самое необходимое, чтобы деньги зарабатывать, там инструментов. У меня инструментов очень много. Да. Это на машине контейнер, да? Нет, ну, инструменты у меня эти вот, для шлифовки пола, потом перфораторы, лобзики. Ну, а как вы, инструментов-то много, то без машины-то я никак не пойму. Как вы их? Нет, в поезде без проблемы можно. У меня где-то 130 килограмм. Я не люблю слово проблемы, но вопросы будут. Он говорит, на поезде все перевезут. Он говорит, на поезде все перевезут. Это пересадки, пересадки. Вы еще не понимаете, что такое на вокзале. Все переносить надо. Это очень-очень-очень непросто. У меня тележка такая, она, этот станок разбирается. Вас как звать-то? Станислав. Александр? Нет, Станислав Стасик. Станислав. А тут написано, Назарчук, это ваша фамилия? А, моя. А там кто, жена записана? Жена Олеся Назарчук. А там что написано? Жена, жена. Жена, да? Да, да. Ну вот, как вот я говорю о чем, как-то подумать бы надо. Это самое простое, это что был транспорт. Подумать надо пока. Вы не спешите пока отвечать. Подумайте, с кем-то поговорите, и может Господь вам пошлет. Такого человека. Хорошо, когда машина такая сильная, там как, ну, бывает как Газель. Там можно все загрузить, и 7 мест. 7 мест. Вы как раз все войдете. Вы знаете что? Мы, как бы, много лет, мы получили квартиру на 40 лет. Под 1%. То есть, нам, чтобы квартиру эту приватизировать, то есть, у нас есть возможность ее приватизировать, эту квартиру. Потому что так у нас денег только 900 долларов на руках. Сколько? 900 долларов. Да какие же это деньги? Это считают, что ничего и нет у вас. Но, но, эту квартиру, мы ходили в госполком, спрашивали, мы можем ее приватизировать и продать. И у нас минус приватизации примерно 20-24 тысячи долларов у нас будет. Вот тогда это можно, на такие деньги можно разговаривать. Но это у вас длинная музыка будет. Это, я думал, у вас, вы свободны. А тут весна будет. Мы всем советуем, чтобы у вас земля была обработана. Вы строите дом, и одновременно в огороде у вас все поднимается там. И капуста, и огурцы, и все. Ну-ка, знаете, я хотел другой сказать. То есть, нам сказали так, что мы можем продать квартиру только в том случае, если мы привезем, я говорю, что я в Россию буду переезжать, если мы привезем справочку, что у нас есть жилье, хотя бы временно. И работа, хотя бы временно. Эти две справочки я несу в горисполком, и нам дают добро на квартиру, на продажу. Нет, тут такого никто не даст. Какое жилье? Тут каждый строит сам. А работа какая? Только своя. Пока работы нет, у нас животноводцы, коровы, овечки, и они раз в неделю приезжают в молочники, сливки привозят, продают. Там никакого производства у нас и нету, там 15 домов. То есть, вы можете открыть любое производство, какое вам надо, непредосудительное. Там, мне кажется, не табак выращивать. Алистинство, алистинство. Может, мне подсказать надо? Постой, постой, потому что я же не все могу запомнить. Вот. Ну, а все равно, а как мне эту справочку взять, чтобы мы квартиру продали вот эту? Никак нельзя, потому что она будет не соответствовать действительности. Дома-то нет, а мы напишем, есть жилье. Это что мы? Мы перед Богом не правы будем? Нет, нет, я имею в виду в законном порядке, в законном порядке, естественно, перед Богом. Как там можно сделать? Может, ваши ИПшники, кто-то есть в этом, работает в городе, недалеко от вас, 50 километров. Ну да, мы в Барнауле живем. Ну, не знаю, на квартиру только пустить. Вот, чтобы у меня жилье есть и работа, справочки просто, и все. Не знаю, работа. Просто, может, подумайте, а мы попозже перезвоним когда-то. Никак, я за это не берусь. Это ответственная очередь. Это надо оправдать доверие. А приехали, а работы нет. Тут биржа труда идут. Какая специальность там? Это все надо на месте самому делать. Заочно это не делается. Никак. Я думал, если, к примеру, жить у вас, да, к примеру, там, ну, в деревне построиться, я думал, со временем потом в город ездит на заработки, может, как-то, или свою сутку открыть. Так и делает у нас. И всегда так было. Я планирую. Пожалуйста. Я планирую. А если вы строитель где-то, тут стройка идет вовсю. Вовсю. Да. И, как говорят люди, мои заказчики, что я человек ответственный, говорят, дотошный. Да. Ну, вот я вам говорю так, чтобы лишнее не сказать. Надо все смотреть, и я-то тут не помощник никакой, я дома сижу. Я могу только, ну, сказать юридический вопрос. У нас в общении есть юрист, он может подсказать. А так, как это? Я, вы знаете, наши даже порой гуманитарки, да, получают. Гуманитарки. Ну, с Америки там откуда. Я всегда против этого. Жена моя втихаря. Вы скажете, подкадывочник. Вот. Моя жена втихаря это вот берет. Но я против этого. Я считаю, что человек должен зарутиться своими руками и должен, и не должен ни от кого брать ничего. А если взял, должен отдать. Я жену воспитываю, маму в этом духе я воспитываю всегда. Вот у меня, когда из-за рубежа бывает присылают, бывают тоже посылки, я тогда, которые многодетные, еду с ними, и к посылке рукой не прикасаюсь. Они прямо оттуда берут и увозят. Я не запускаю в дом даже посылки эти. Из Канады бывает, из Австралии. Ну, люди расположены, хотят как-то сделать. Я наказываю, не надо, не надо. Нет, пошлют. Ну, помогают. Помогают. Ну, поэтому я еду с кем-то, они прямо там берут и сразу домой увозят. Блажение давать, нежели брать. Да, аминь, да. Вот. Но как же мне этот вопрос разрешить жилье? Может, все-таки подумать, а может быть как-то, что на квартиру-то мне кто-то пустит, я не знаю, что у меня справка. Заочина это никто не будет, я вас не знаю. Ну, как это так? Кого предлагать-то? Как говорят, кота в мешке. Никак. Надо самому это делать. Надо, чтобы они приехали, чтобы они приехали. Этого потерявку на лето с детьми. Да. И тут все посмотрели уже. Вот когда вы ехать тогда, только ехать. А ваша-то что, справка? Какие молодцы требуют-то, интересно. Так она же... Это же ничего не стоит человеку дать. Это просто... И я же тут, как говорится, не претендовать не имею права ни на что. Ну, да. Ну, а что претендовать своими силами? Вот у нас приехали, которые все строят сами дома. Ну, бывает... Конечно, конечно. Строишь, рисуй, какое тебе надо. Сажай, что хочешь. Землю надо оформить. Сразу поехать в сельсовет, зарегистрироваться. Но надо гражданство выхлопотать. Гражданства, если нету, то и разговора нету. То это тебя арестуют, и все. Так вот у меня гражданство... Гражданство? У вас русское гражданство есть? Нет, белорусское только. Но надо, чтобы русское было. А белорусское терять не надо. Мало ли еще в жизни будет. Да. Русское гражданство. Узнавайте там все на месте. Как, где, получать и проще. Это длительная история. Вот у нас он приехал, Никита, так он сколько уже, года два, наверное? Все еще не... Они до трех лет затягивают. Но он один раз отметится там полгода, и дальше живет. Знания русского языка, что было, тут все проверяют. Я, по-моему, слышал, через пять лет гражданство, да, российское, если живешь в России там. Вам сколько лет? Мне 49. 49? Да. 49. Ну что? Я не знаю, это вот как. Заочно-то я никогда не слышал. За кого я могу ручать? А кто я такой? Это я сегодня есть, завтра нет. Это тут такой грех на душу брать. Надо самому приехать, все посмотреть и начинать для себя делать. Вот мы первый год, когда приехали, мы глину с соломой мешали, кирпичи делали, из этого делали саманное. А потом обложили кирпичом, а потом уже коров завели, овечек, и стали строить там из кирпича, из брусьев. В деревянные дома пошли. Шифер был, а сейчас уже железом кроет. То есть продвигается вперед. Мы помощь не можем никому оказать, но иногда оказываем. Вот приехал человек, у него ничего нет, у тебя коровы-то нету, надо молоко. А я купил корову, лично сам, и поселенцу отдал. И говорю, ты ее доить будешь, кормить. Вот сколько там, а кто-то приедет новый, я тебе дал ей два года, она молодая. Вот новому поселенцу ты ее отдашь. А вот кто-то приедет, ты поднимешься на ноги, ты кому-то опять тоже двухлетнюю передашь. Это мой вклад. Так должно быть. Вот. У нас загвоздка в том, чтобы вот это вот справки вот эти, чтобы мне квартиру просят, чтобы у меня деньги были. Потому что так денег у меня нету. Ну да, без денег делать нечего тут. Тут надо все покупать, подвозить, машину нанимать. Это очень непросто. Это дорогое удовольствие. Если ехать, то назад не возвращаться. Это лишняя такая трата. Лучше сиди на месте, где был. Вот у нас некоторые приехали, они решительно. Только приехали, молодые ребята, сразу строить, все там, нанимают, что-то с печь там делают, брат помогает. И уже нынче, наверное, входят. Деревянный, из больших брусь, бревен дом сделать. Он любит красиво все такое. С армии вернулся. Вот сейчас, сколько у них уже, трое ребятишек. У нас народ-то, видишь, мы как живем и не голодуем. Вы приехали там, а я бывает там что-то получаю, где-то выпрашиваю для лагеря спонсорскую помощь. Ну, такое мука. И мы с поселенцами я всегда старался делиться. Там бывает крупы, вермишели. А что больше-то надо-то? Растительное масло, соль. Ты уже не умрешь. Сейчас не знаю, как будет, но в те годы вот так было. Поселенцам мы всегда старались. Помощи никакой не обещаем. Ну, все равно что-то есть. Вы знаете, что? А я вот слышал, чтобы, например, в Россию переезжать, чтобы получать, к примеру, российский паспорт или российский, да, российский загранпаспорт, то нужно, это вот, там ставят, как назывались, сканером, ставят, как на Украине, на лоб, печать эту ставят. Перестаньте, перестаньте смешить людей, кто нас ставит. Это дурь, дурь собачья называется, басни пьяных старух, бредни. Кто-то ставит тебе лоб, в сказке рассказываете. Это называется фантазия. Это пугает людей, чтобы поработить их. Надо свободно жить, ничего не бояться, кроме Бога. Написано, бойся Бога, Ему служи. А в Россию, кто будет переезжать, там, печать поставят. Ну, смешно прямо. Мы везде ездили, нам что не говорили, ну, до Лиссабона дошли, Португалия, Скандинавию, Прибалтику прошли. И вот говорили, в Чечне три раза были, Турцию прошли, шесть мусульманских республик, да они головы режут, а они нас встречали, как родных братьев. Даже в мечети мы молились, у мулы дома ночевали. Вот что значит, сила слова Господа. Бог смиряет все. Надо жить для Бога, и никуда не отворачиваться. Господь не любит, когда налево-направо, глазами крутят, а потом начинают тонуть, как Петр. Увидел волны, да мало чего это волны-то. А как первые Сибирь заселяли-то, приезжали, ничего нету, но они ездили, шли месяцами на телегах. Что-то, а кто нам строил бы чего? А как Хабаров, до Хабаровска дошел, Ермак. Все своими руками каждый строил. Домов у нас нету, но летом укрытие от дождя, от непогоды есть. Лагерь-то я оставляю, там кельи, там и печка есть, и все можно. Летом. А сколько у вас человек? Сколько человек сейчас там? 32, наверное, человека. 32 с ребятишками. А, ну-ну. Как же нам этот вопрос разрешить с этим городом? Тут только так. Так, если детей хотите воспитать неоскверненными от мира, для Бога лучшего места просто не найти. Не найти. Притом у нас дети учатся все 10 классов, потом в университеты идут, в городе уже учатся. А у нас дети, это они не забитые где-то там сидят, они иностранные языки изучают и все. У нас в армии альтернативная основа, у нас присягу не принимают и служат нормально. Их никуда не посылают воевать. У нас редко... А учительница у вас? Учительница у вас? Учительница у вас сейчас. Три, все верующие. Все верующие. У нас неверующих нету. Вот перед началом учебного года в храме служба идет, там пополам храм, а дальше школа, бывший клуб, там кино показывали. И случается служение, батюшка освещает все, и они учатся. У нас даже девочки в школе все в платочках. Я тоже, я... Я раньше жене говорил, говорю, смотри, как красиво, как мусульманки носят... Олеся, а говорили такое? Я говорю, как красиво, они носят платочки. Вот. Я раньше на Украине жил, у нас там тоже люди, и даже молодежь носила так платочки. Я говорю, смотри, как красиво это. Как куколка. А жена не совсем это принимала. Нет, надо, чтобы жена была согласна, иначе будет конфликтная ситуация. Если я ей скажу это, она будет носить это. Просто она меня слушает. У нас нет напряжения в семьях. А то у нас одна тут была, у нее семеро ребятишек, семеро. И она что-то не поладилась, она с мужем забунтовалась, и ребятишки платочки сняли, а по улице нельзя ходить. Тут сколько было, милиция приезжала, но все равно мы их загнали во двор. А тут дерево... Это было... Видели? Дерево около дома растет, оно на улице, а детям надо качаться. Я пошел к старости, поговорил, давайте это дерево огородим, и чтобы в ограде у них было, тогда пусть там без платка. То есть мы пошли на компромисс такой. Но она выехала. Понятно, понятно. Ну а как же? Написано, надо смотреть. Не себе угождать, но ближнему. У нас же мной, слава Богу, у нас... И только бывает за еды немножко, чтобы органа не успела приготовить. А так, я считаю, что мне Бог дал жену хорошую. Вот. Хорошо. Укование на Бога это то, что укрепляет человека. Но и сила своя должна быть. Сила. Вот с квартир... Один просто я не знаю. Одному очень трудно. Просто трудно. Были бы ваши дети такие, хотя бы лет по 18, а то маленькие совсем. Я их с собой на заявки беру. Они очень хорошо полу укрепляют. Они горят к работе. Горят. До слез. Что кто со мной пойдет работать? Ну, не знаю. Я вам все сказал. Я сказал, ничего не скрыл, как у нас это положено. У нас в церкви с тарелкой не ходят, за разные молебны не берут. У нас десятина. С дохода. Десятина. Она все покрывает. И топливо, и все. Десятина святая. Торговлю Бог гнал отсюда. Для православных мы необычные. Таких общин больше нет. У нас все сознательно приняли Христа. Ну, хорошо. Будем думать что-то за счет квартиры. Думайте. Думайте. Я вам кое-что сейчас скину, чтобы у вас было. Но никаких шагов без совета не предпринимать. Без разрешения категорически запрещается приезжать по уставу. Вот сейчас кто-то шел. Никто его не звал, не знают. Говорят, какой-то корее из Казахстана. Говорят, шел к нам. Телефон наш был. И его на линии зарезало поездом. Вот так. Он шел в ботинках. Дошел на пропалую по снегу. А морозы стояли такие. И, видимо, никто не знает, кто он такой. Мы так и не знаем. И у него денег с собой было там сто тысяч, кажется. Это нам передали. Но к нам никакой претензии нет. Мы так, краем уха. Но шел прямо уже около нашей территории. Без благословения. Ну, нет. Это не к нам, может быть, он шел даже. Но почему-то думает, что, а может, и к вам. Мы договариваемся. Все уже тут. Человек приезжает, пишет заявление. Дает обещание устав не нарушать. Устав весь христианский. Там горючее не разливать. Огонь нигде не зажигать. Сохранение, что было-то. Детей без присмотра не оставлять. Мы бережем, чтобы дети были под присмотром. Даже внешне, по природе. Нигде землю зря не портить. Спаханное. Что дорога, значит дорога. То есть, по-человечески, как говорится, культурно жить надо. У нас тут есть один был. Он строить начал фундамент. Фундамент большой заложил. Хороший дом там можно строить. Ну, там вокруг деревья уже наросли. Все это надо выкорщевывать. Ну, а деревья-то маленькие. А рядом куртинка такая-то. И он умер. Уехал и там умер. А это осталось у него. Фундамент уже заливать не надо. Можно было прям готовый фундамент этот взять, посмотреть. На него прям уже бери там кирпичи или брусья. Брусья-то быстрее сделать. Ну, надо что там. Уже строили, знают, где доставать. Были бы деньги, а там и машины, все можно нанять. Ну, хоть один человек у вас был, чтобы бревно-то поднимать и проще. Я вот, знаете, я вот на эти станки вот сейчас потратил где-то 1600 долларов, чтобы купить. Вот. Потому что, ну, работы все равно меньше стало. А я думаю, станки приходятся, а квартиру продадим, потом это деньги будут на переезд, я думал. Так вот. Ну, смотрите, как я вам все сказал. Сейчас, как мы поговорим, я вам тут внизу в скайпе начну материалы скидывать. Хорошо. И вы зайдете на сайт, и там на нашем сайте мои книги. Одна книга раскрытая для слова «Боже, нет уст». Я прям на оглавление вам скину, и вы по оглавлению смотрите, там устав. Вы нажмете и сразу зайдете. И бывает там предыдущий материал, чтобы вы сами ознакомились, прочитали. Там фотографий очень много, видите. У нас все открыто. Тем более у нас 9600 роликов только стоит. Так что по Потеряевке, по этому вы легко найдете. Я могу показать, где материалы там заткнуло, на нашем форуме. Там фотографии, там фильмы, все есть. Хотел спросить, а лес далеко от вас, например, чтобы заготавливать там? Лес? Лес. 20 километров. 20 километров. Это и недалеко. Там, ну, может быть, 25, там в другом есть лесозаготовительные. Там и доски, и брус, и все. А крышу крыть, это продается в городе железо. Сколько хочешь, бери. Такое рифленое. Можешь сделать по черепису, там красиво так делается. Бывает тут окна, какие размером тебе надо. Такие, ну, под европейские, там они двойные такие. Тут один парень наш приехал, он у меня племянник. Ну, такой он любит красиво. Если кошку, чтобы безхвостая была, там это. Вот такое. Красиво. Красиво у него, ему кажется так. Да вот. И он строит такой дом у него, я не знаю, наверное, ширина-то метр два, наверное, есть, да, окна? Ну, метр полтора ширина окна, ну, и высота такая же на один дом. По-русски, по-настоящему. Ну, это, конечно, деньги стоят. Он отслужил из армии, вернулся, женился, и вот сейчас у нас ребятишек называют по календарю. Вот у него старший Варлаам, другой Назарий, а третий тоже сын родился, Евхихий. А бы в Боге воспитывались, вот что главное. А можно назвать и по календарю, а бы Бога любили. И спасение получили. Одно другому никак не мешает. Это покорность, не самохотение. А я хочу. Да мало еще, куда ни бросить Володя, да Игорь, да Саша. А смотри, у нас в правительстве было Варшилов, Климент Ефремович. А где Климент, где Ефрем? Нету. Ну, это люди стандартные, шаблонно. Вы знаете? У меня старший брат Самуил, я Игнатий, младший я Аким, отец Тихон. Ты понимаешь, почему это какая-то музыкальная. А у него брат был Амос и Наум. Амос и Наум пророки были. А сейчас ни Амос, ни Наума нигде нету. А мы тоже не отстаем. Мы тоже не отстаем. У меня старшего Давид. Второй Илисей. Потом Илья и Даник. Мы тоже не отстаем. Красно. Ну что, если вопросов нет, я вам скину. В течение полчаса я вам накидаю материалы. Ну все, тогда давайте. С Богом. Да, с Богом. С Богом. С Богом. Чтобы разочарований у вас не было. Надо, чтобы посмотрели все. Хорошо. С Богом. С Богом. Давай. Кто-то пришел опять. Подожди маленько. Так. Ну говорите, кто вы такой, откуда? Юрий Екатеринбург. Поближе к микрофону, не слышно ничего. Юрий Екатеринбург. Екатеринбург? Да. Так, мы с вами не встречались? Нет. Нет. Так, у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Не против. А? Нет. Нет. Я слушаю вас. С какой целью вы пришли? Хотел вас спросить советы по воспитанию детей в Ере. Интересно. Вы сейчас звоните, а у меня разговор еще не окончился, предыдущий с Белоруссией. И они намерены переезжать. И трое или четверо лебятишек тоже об этом говорили. Лучшего места для воспитания детей, чем у нас нету нигде. Это мы знаем. Все верующие. За детьми наблюдают. Все учителя верующие. Все православные. То есть, в чем-то другом мы не достигли, что надо еще. А вот насчет воспитания детей тут уже сравняться даже не с чем. То есть, самый лучший совет – это к вам переехать. Правильно понял? Ну, сами слушайте. Все верующие. Дети никаких матов домой не принесут. Вот он говорит, ходят в школу и приходят оттуда с матами. А он верующий. У нас этого нету. Все учителя верующие. Наши дети учатся. Но детей-то мало. Сейчас совсем мало. А на конкурсах, где наши дети-то, они заканчивают почти все с отличием. Учителя-то серьезно. Не просто так, что учителя, а именно учат. Начинается с молитвы. Мы православные. Вы православный? Да. Ну, вот вопросов нет тогда. Вы православная Московского патриархата? Да. Ну, все, к нам вот митрополит приезжает, а то начинают там щипы бояться, глупости всякие. Раз русский, тут легко. Я вам один только совет даю. Обдумайте хорошенько. Если с детьми, то вот сила есть, родственники есть. Строить дом и начинать жить. Самостоятельно, на чистом воздухе. У нас коров держат, овец, свиней, кто что бывает. Там куриц, пчел. Ну, у вас же жесткие условия приема, правильно? Да, Володя, иди поближе сюда. Я не все понимаю. У вас есть жесткие условия приема. Ну, да как. Ну, хорошо, давайте. Первое условие. Пять пальцев поднимайте. Чтоб человек доказал, что он не лжет. Это хорошее качество? Хорошее. Не пьет спиртное. Вам нужно это? Не курит. Не матерится, не ворует. Какие жесткие это? Это первоначальное. А дальше уже увидите. Уже бородка. Жена, чтобы была в платке. Что тут особенного? Это христианский образ жизни. Соблюдают посты. Мы ходим в церковь. В воскресенье все до одного в церкви. А вот вы сейчас в Потеряевке сидите или в Барнауле? Нет, я в Барнауле. Летом я там буду. Я в Барнауле. А в Потеряевке там зимой много семей живет? Зимой, ну, кто? Столько живет человек-то? Ну, они живут там, которые скотина есть. А этот Белоруссий сейчас говорил. А в городе? Ну, в городе ищи работу, работай зиму. Тут где-то... А то есть от Барнаула Потеряевка далеко находится? 150 километров. Около трех часов поездом. Поезд останавливается за 4 километра от деревни. А летом у кого машина тут? Они каждую неделю тут везут сливки, молоко, там, мясо. Люди живут этим. Так у нас продукты-то не такие, как в городе-то. Они цельные, благословенные. Все по молитве. Ну, понятно. А какие-то именно советы, если именно жить все-таки в обычном городе, в обычной среде? Ну, я не знаю в городе. Тут уже гарантий никакой нет. Ребенок погружается в это. Вот я знаю людей, которые в Москве детей не отдают. Это самое лучшее. Нанимают учителей, они учатся, а экзамены сдают. Потянете или нет? Дома. Они их не упускают. А у нас они идут, как-то обыкновенно, но школа, где учителя верующие, благословенные. На 1 сентября богомолебен служится. К нам приезжает, я говорю, вот, брат у меня священник, протеерей. А приезжает архиерей со священниками, там, семинаристы. Местная митрополия. Сергий хороший митрополит. До этого у нас не все ладилось, а этот прямо, ну, как говорится, брат родной, отец. Ладно, мне понятно. Так, следующий вопрос. Добрый, я заказал 20 книг Евангелия, да? То есть, как мне просто ходить раздавать? Да, да. То есть, просто раздавать, ничего даже особо не говорить, да? Нет, говорить. Просто раздавать. Мы раздавали, и в каждом доме приглашали. Допустим, в деревню мы избрали какую-то, и нас приехало человек 20 на 4 машинах. И мы, ну, со всех сторон обжимаем это село к центру и говорим, в 3 часа, там в доме культуры называется в клубе, или на стадионе собираемся. Это в селе. И к этому времени уже мы в каждый дом заходим, Евангелие даем, а дома к дому 2 минуты, не больше, чтобы было. Нам нужно обойти, ну, большой, бывает 50 тысяч человек в селе. Он имеет в виду в городе, как раз. А в городе, в городе тут потруднее, смотря какой город. А вы наши ролики видели, на Благовестии мы ходим? Да, да. Ну, примерно так и надо ходить. Беседы с человеком, сколько, ну, минут 5-10, можно сказать. А потом пригласить его на наши занятия по скайпу. У нас здесь хорошие священники в Барнауле, там, они могут в любом храме узнать, какие занятия идут, это уже каждого дела. Мы предлагаем то, что у нас есть. Раньше я вел занятия в университетах, а сейчас везде отказаны, поэтому мы ведем занятия в интернете. И мы даем визитки свои с нашими ресурсами, видеоканал, сайт у нас, там, и твиттер, и все есть в ВКонтакте. Сейчас легко это распространять. Мы вот только в окрестности раздали больше 30 тысяч евангелий. Так, ладно, еще у меня вопрос. Пророчества Ветхого Завета, например, во Второзаконии 28, их можно применять к христианам современным, там, где благословение и проклятие? Или это именно только к евреям относятся, к того времени? Вы говорите о том, что с 12 главы Бытие переносится, кто будет проклинать всеми Авраама, проклят будет это? Нет, 28 глава, где благословение, ну, то есть, там Господь говорит, если вы будете исполнять слова мои... Да, западе, но остается в силе, в полной, еще в более строгой, уже по новозаветним канонам. То есть, например, сейчас вымирание христиан-то можно, как бы, следствие как раз вот этого пророчества? Я не берусь за это. Пророческая у нас книга, я выставляю в интернете. Вы на наших ресурсах-то бываете в Ютубе? Да. Так, там у меня 9600 роликов. И вот последнее, если вы будете перебирать, вы там увидите толкование Ветхого Завета, Феодорит Блаженный. Вот, это самое лучшее толкование. А которое отдельно там Бытие, это Иоанн Златоуст толкует 4, 6 том Исаия, 5 том у Иоанна Златоуста, это Псалтырь. Это... Выше этого никогда толкования не было и не будет. Поэтому надо с книгами ознакомиться. Они у меня, вот я сейчас выставляю на Ютубе, начитано моим голосом все 12 томов. Это сокровище. Ты можешь оставить там жены, включил, она на кухне возится, сама слушает. Ты о ней тоже заботься, чтобы она не отставала от тебя. Он имеет в виду книгу «Второзаконие, 28 глава». Ну я и говорю про это. Я только вам более обширно говорю. Ну, прочитай. Сейчас я посчитаю. Считайте, если у вас есть там. По-другой нет, нету. А у вас нету? Так, минутку, сейчас я открою. «Второзаконие, 28 глава». И какой стих? Ну, вся глава, вся глава. Ну, да что ты. Это все остается в силе. Жительница твоя, кладовая твоя. Мы это наблюдаем, у нас так и есть. У нас переполнено все. Вот старостой фермер, но у него немного, 300 гектар примерно. Ну, 300 гектар это не огород, не 20 соток. И у него там склад переполненный, все у него есть. И горох, и гречка, и пшеница. И поэтому в случае чего-то тут можно самим на месте все это. Питание есть. Так, что вопрос, если, например, какой-нибудь родственник не принимает, ему, как бы, ну, один раз достаточно сказать или несколько раз нужно? Ну, смотря какой. Или постоянно, как бы, говорить, говорить. Понимаете, тут нюансов очень много. Постоянно, может быть, он не принимает, его раздражать будет, что только отталкивать. Другой вариант, когда он желает слушать, и вот у меня третьем, так, в четвертом томе, открытым оком, а то у меня 30 томов их вышло. Там, как, с какой группой людей беседовать? И вы определите. Первая группа, это, говорит, Бога нет. Ну, 13 глава, сказал безумие, с сердцем нет Бога. Как беседовать? Беседовать ключ какой. Ключ – это место Писания, Библии. И как с ним беседовать? Другой говорит, ну, Бог-то есть, а кто знает, что для нас Бог сделал? Библия. Он не верит, что это книга откровения Божия. Откровения. Поэтому, как с ним беседовать? А другой говорит, да еще успею. Главное, сейчас можно грешить, а под старость покаяться. Такие, как с ними беседовать? А другой говорит, я пробовал, у меня ничего не получается. Как с ним? Там, кажется, 24 категории людей. Это большой психологический анализ. И каждому дается какое место Писания. Больше ничего не дается. И ты на нем теперь развивай, исследуй. Ладно, это все, что я хотел спросить. Хорошо. Вас как звать-то? Юрий. Юрий. А что предназначает Юрий, знаете, в переводе? Ну, земледелец. Земледелец. То, что же Георгий. Юрия-то не было, это в переводе уже дали. Георгий. Ну, вот так, хорошо. У нас ролик будет стоять с вами беседовать. Может быть, дней через 7 или 10. Я отправляю их, я сам не ставлю. А я, как администратор старший, я замки снимаю. И каждый день 10-15 роликов. Вот сейчас у нас закончилось. И Анна Кронштадтского я начитал когда-то, выставил. И Фрема Сирина выставил. И Игнатия Бринчанинова уже выставил. Представляете, какой огромный-огромный труд. Начитано аудио. В аудио. И, ну, там еще что-то было. Толкование откровения по всем цветым отцам уже заканчивается. Ну, и так. А дальше. Ежедневно сейчас идет Архипелаг ГУЛАГ. Я когда-то насчитывал. Там осталось еще на 20 дней. Полностью Златоуз. Жития святых. Добротолюбие. По одному ролику. Уже помогли мне на их разбитие. Я сейчас выставляю. Так что, если к нам будете заходить на Ютуб, то вы легко для себя найдете то, что вам надо. Все, пока. Ладно. Все, спасибо. С Богом. Слава Технице Богу.